Назвали центр с подачи простого горожанина Даниила Жданова бойко «Стрекоза». Сам Даниил пояснил, дескать, ребята здесь будут заниматься бедовые, любопытные, душустрые, как раз словно юркие стрекозы. Городское начальство благосклонно название утвердило, и вот стрекоза отправилась в полет. Здание под центр было передано по распоряжению губернатора. В итоге, как отметила Елена Буняшина, возглавляющая региональное министерство образования, получился настоящий дворец для местной детворы. А рязанский мэр Виталий Артемов добавил, что подобных учреждений дополнительного образования шаговой доступности в этом районе города раньше не было, хотя потребность в них есть и большая. Уже сейчас записалось 270 человек, а это значит, что центр будет развиваться и расширяться. В «Стрекозе» будут работать творческие студии, туристические объединения, хореографические и вокальные ансамбли, студии моделирования и другие. От себя же добавим простыми словами, здорово, что в таких, мягко говоря, нецентральных местах Рязани, как Октябрьский городок, открываются детские центры. А то кроме многочисленных питейных шинков и нелегальных точек, где из форточки торгуют жуткой смесью под названием «Максимка», в таких микрорайонах хоть пруд пруди. В том числе и во дворах, рядом с детскими учреждениями. Всяких темных личностей и дураков-пьяниц там, соответственно, навалом. И этих персонажей малышня наблюдает сплошь и рядом с самого детства. И мало кто из ребят знает, что Максимка – это не смертельно опасное пойло, а маленький негритенок, с которым дружил и которого оберегал русский матрос Лучкин из чудесного рассказа Станюковича. Так что центр открыли правильно. Еще бы гнусные алкогольные поилки поскорее позакрывали бы во дворах и вообще была бы красота.